Продолжение следует... Как это? Что для вас-то? И почему выбрали? Работа тренера заключается... Тренера-брейтера конкретно заключается в работе помимо с людьми и с лошадьми. Психология лошади, тренировка молодой лошади, регулярный тренинг, еще... А вот вопрос такой, работа с лошадью, что именно вы работаете? Понятно, с людьми это катать на лошади, там еще что-то, а вот с лошадью что именно, вы и тренируете? Обучаем лошадь, постепенно вот берем молодую лошадь, обучаем ее, одеваем уздечку потихоньку, чистим ноги, седлаем лошадь, регулярно ее выводим, определенные нагрузки ей даем. А вообще с какого возраста лошадь используется уже для вот таких тренировок и сколько времени проходят эти тренировки? Ну... Когда психологически лошадь готова к этому? Начинанием, в принципе, можно потихонечку одевать не до уздоков, 6 месяцев. Вот, уже уздечку, там, год-два годика, а уже седло и садиться на лошадь с трех лет. То есть, когда она уже окрепнет и все будет хорошо, да? Да, но это опять же таки постепенно, то есть в 3 года потихонечку одеваем седло, а уже посадка может в 4 года. Вопрос такой, вот сейчас начинается школьный период, соответственно, мы говорим о детях, о школьниках, ну, о взрослых понятно, любители поездить сверху на лошади, это понятное дело. Но вот дети, как родителям подготовить ребенка к тому, чтобы провести вот такую терапию? Подготовить мы можем сами. Главное, чтобы ребенок пришел, чтобы ему было удобно. Желательно это будут лосины и обувь без туфлей. Обувь без каблуков, да? Да, да, да. То есть, по одежде главное, чтобы поменьше одежды ему было просто комфортно? Да. Что психологически, может, как-то, как вы прорабатываете тогда с ребенком, что вы ему говорите? Вначале идет зарядочка, разминочка. Лошадки у нас очень спокойные, то есть тренировочная лошадка для деток, я ее могу даже отпустить. Спокойно, шагом я показываю, как правильно брать повод, как правильно сидеть на лошади. То есть, вот такие манипуляции, скажем так. Я помню первый раз, когда садился на вашу лошадь, это было уже не в детские годы, а, соответственно, взрослая. Мне было достаточно страшно. Как вот дети чаще всего боятся или с таким удовольствием? Нет, больше боятся взрослые, честно. То есть, это больше показаний к нам. Такой еще вопрос, уже, я думаю, последний, заключающий в нашем диалоге, потому что хотелось бы уже вас отпустить к Инне, которая там с лошади, я не знаю, что делает. Понимаете? Надо проконтролировать. Вообще, вот какие показания к тому, чтобы проводить вот такую терапию? Что помогает этой терапии, ребенку вот избавиться от каких-то проблем? Лошадь очень большой энергетик. Она очень много энергии дает. На лошади. Что можно, я так понимаю, что психологически раскрепощается ребенок. Можно ли детям, которые плохо ходят, потому что я слышал и об этом. Да, естественно, проводится ипотерапия, сеанс ипотерапии. Но при ипотерапии должен находиться специальный психолог. Для каждого ребеночка там своя зарядочка идет. То есть кому-то на пользу, то есть это надо уже с психологом. Главное здесь грань не перейти. Ипотерапия именно с психологом проводится. Понятно. Ну что ж, у меня вопросы как бы уже исчерпаны. Единственный вопрос, это родители, которые заинтересовались, где они вас могут найти, чтобы, например, прокатить ребенка на лошади, провести эту ипотерапию. Мы находимся на спортивной 13, это остановка «Надежда». В любое время приезжайте к нам. И все будет хорошо, можно провести. Лошадки у нас все спокойные, очень добрые. Еще раз поздравляю вас с праздником. Спасибо большое. И хочу сказать, что буквально через несколько секунд, дорогие друзья, у вас будет возможность увидеть и инну, нашу гостю, и коня, которого привели в студию. Как, кстати, зовут? Лена. Коня. Лошадь Сервис. Да, отлично. Мы-то познакомились уже. Ну что ж, буквально через несколько секунд, друзья. Вот так, дорогие друзья, мы уже вышли на улицу для того, чтобы познакомиться с нашим новым другом. У нас сьогодні в гостях кинь, серый. И я хочу запитать нашему гостю, как же этого коня, как с ним познакомиться, звідки он появился у вашей школы. Лошадь мы взяли в Хмельницкой области. Это чистопородный орловский рисак. Очень спокойный, хороший для тренировки. Взагалі, цей кинь, для тренировки, я сказала, он спокойный. А вот для общения с детьми, я вижу, что наш маленький гостю Исаак уже сидит на коне, в нього счастливые очи, счастливые оченята, как взагалі общение всего коня с детьми. Детки обожают Сервис. Он вообще наш любимчик на конюшне. Спокойненький. Детки подходят, гладят. Они уже умеют одевать уздечку, те, кто дальше ходит. Я объясняю, как седлать. Лошадка очень добродушная. Взагалі, скільки ще коней у вас є, і які вони за характером, чи всі такі спокійні та веселі? У нас на конюшне 5 лошадей. Одна каретная і 4 лошади верхових. Каретная лада, ласка, малыш і боря. І всі однією породи. Нет, все породы разные. Лада у нас старийка. Боря, украинская верховая. Боря покороче, вообще баритон его зовут. Баритон? Да. Малыш, он монгольская порода, он маленький. Ласка гуцульская. Отож, хотілося б тепер ще поспілкуватися з нашим маленьким гостем, з нашим Ісаком. Так, трошки одійду. Ісак, як тобі зараз на коні? Подобається? Так. Як почуття? Як почуття, що відчуваєш? Чи тобі зручно? Ні. Незручно? Наш маленький діст каже, що йому не зовсім зручно. Це, мабуть, з того, що йому незвично. Просто непривычно, да. Для правильной посадочки надо ровненько сидеть. Он немножечко зажался, напряг пушиться. Спиночка должна быть ровненькая. Немножко побаиваєшся? Дежись вот здесь, смотри, вот здесь пока за ручку можешь держать. Двумя ручками, двумя ручками держись. Плечики мы должны расправить. Расправляй плечики, щоб спиночка у тебе ровненькая була. Погладь лошадку. Погладь, он хороший. Нравится? Ну как, полегче уже, не так страшно? Сколько тебе лет? Шесть. Шесть лет? Тренировочка у нас семи лет проходит. Привезти ребёнка покатать можно и в два годика. А тренировочки с семи лет начинаются. Деткам очень нравится. А яким чином педебрат ти саме свого коня? Так, да в принципі у нас лошадки под любого подойдуть всадника. Так не подберёшь лошадка. Надо привыкнуть к лошадке. Это человек уже должен к нему подстраиваться. А взагалі, чи є якась небезпека, чи є якісь застороги при спілкуванні с конем? Ось я знаю, не можна ззаду підходити. Що ще? Ну, з каждой лошадью по-разному. Ну, вообще, сзади нельзя подходить. И если инструктор говорит, что там, например, лошадь кусается, либо ещё что-то, то желательно к ней не подходить. Ну, лошадки у нас все спокойные, они не кусаются. И, честно вам скажу, они даже не бьются. Просто по технике безопасности мы сзади всё равно не подходим. А то же хочется сказать вам дякую за то, что сегодня завітали до нашей студии. Хочется привітать нашего гостя с его святом, с днем коня. И побажать вам и вашей школе Хорслен тельки процветания и новых таких маленьких гостей. Спасибо.